Здравствуйте, это программа темы дня, с вами Вера Таран. Ну что ж, сегодня поговорим об ипотеке. Давно мы не возвращались к этой теме, а тем не менее, повод это сделать есть. Дело в том, что произошли изменения в законодательстве Российской Федерации, которые делают более выгодными, скажем так, вступление в ипотеку, взятие ипотечного кредита. Подробности сегодня вы узнаете. Я напоминаю, что мы вещаем на телеканале Тверской проспект региона, а также на Тверской радиочастоте 95 и 5 FM, радио Монте-Карло. Мы работаем в прямом эфире, наш телефон 3190. Звоните, задавайте вопросы нашим гостям, спрашивайте, что конкретно вас интересует по этой теме. Ну а я вам представляю наших сегодняшних гостей. Сегодня у нас в гостях Олеся Арсентьева, генеральный директор Тверского областного фонда ипотечного жилищного кредитования. Здравствуйте. Олеся у нас уже второй раз в гостях и готова рассказать о том, что же нового. Также у нас сегодня гость Мария Шумская, начальник кредитного отдела Тверского областного фонда ипотечного жилищного кредитования. И Илья Лепехин, кандидат юридических наук, начальник отдела по работе с недвижимостью, консалтинговой группы КАБС. Ну и также член Тверского регионального отделения Ассоциации юристов России, с которыми мы взаимодействуем по юридической части. Илья у нас тоже уже второй раз. Ну что же, давайте, может быть, начнем с заявленной как раз темы. Это вот хорошие новости, назовем это так, в ипотеке. Дело в том, что снижены ставки и вступил в силу закон, благодаря которому теперь выдается определенная сумма для гашения ипотеки. Да, Олесь, давайте вам слово. Есть несколько нюансов у этого закона. Он долгожданный. В тот раз, когда мы собирались, как раз говорили о том, что собирается быть такая мера государственной поддержки введена. И здесь надо поэтапно для каждого заемщика озвучить нюансы всей этой господдержки. И надо, наверное, начать с того, какие категории граждан могут пользоваться. Потом, наверное, озвучить все-таки вопрос по комплекту документов, которые необходимо заемщику предоставить. Дело в том, что 450 тысяч рублей идут в гашение уже имеющейся ипотеки. То есть, кто взял ипотеку, скажем так, ипотечный кредит. То есть, кто уже в ипотеке или кто-то поправил. Можно успеть взять еще. Да, да, да. Ипотечный кредит под залог недвижимости, как говорят наши юристы, нас управляют. И если в этой семье родился третий, либо последующий дети. То есть, это мера поддержки для многодетных детей. Это основной такой нюанс. И тогда по категориям граждан, по срокам действия программы. Мария Юрьевна, специалист в ипотечной сфере. И вот эти нюансы лучше, наверное, ей слово сейчас предоставить. Хорошо. Она нам озвучит. На самом деле, закон-то он принят еще летом. Он принят еще 3 июля 2019 года. Но работать, да, фактически работает он начинает только с 25 сентября. Связано это с тем, что согласно закону регулирования этих вопросов осуществляется в соответствии с постановлением правительства. Ну и, соответственно, вот с 25 числа у нас только вступило в силу юридическое соответствующее постановление правительства, которое прописали данную процедуру. И вот сейчас уже можно. Да, правительство Российской Федерации, деньги выделяются Дом РФ. И заявки на погашение ипотечных займов, они предоставляются Дом РФ. То есть Дом РФ рассматривается, согласовывает. И деньги физические на гашение ипотеки идут оттуда. То есть это правительственная тоже структура. Дом РФ это, по сути дела, правоприемник ЖК, агентство по ипотечному жилищному кредитованию, и фонда содействия развития жилищного строительства. И все вот эти расчеты, которые проходят, они проходят только в безналичной форме. То есть никакие живые деньги получить невозможно. Поэтому если кто-то кому-то будет предлагать обналичить данные, денежные средства или еще что-то... Ну, как было в свое время с материнским капиталом, да? То есть это незаконно, сразу можно сказать, 100%. Более того, наверное, это будет какой-то вид мошенничества. Потому что технически, как это сделано, юридически, законно это сделать будет невозможно. То есть в безналичной форме денежные средства перечисляются именно банку, именно кредитной организации. И, соответственно, исключительно на погашение существующего ипотечного кредита. Хорошо. Ну, давайте тогда начнем, скажем так, разложим все по полочкам. И сразу же коллеги призывают для того, чтобы люди у нас, которые не специализируются на хитросплетениях ипотеки, чтобы все они поняли. Будем говорить достаточно так, это понятно. Будем постараться, потому что это сложно. Очень много терминов. Вот изначально хотелось бы начать с того, какие категории граждан могут принять участие в этой программе. Как уже мы сказали ранее, это семьи, которые либо имеют ипотечный кредит, либо хотят получить ипотечный кредит. И у них, начиная с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года, обязательно эти даты надо понимать, то есть не раньше и не позже, должен родиться третий или последующий ребенок. Только эти многодетные семьи имеют право принять участие в данной программе. Последующий это что значит? То есть третий, четвертый, пятый, шестой. Как по счету? Не меньше. Не менее трех. Да, да, да. И также эти граждане должны являться гражданами Российской Федерации. То есть граждане других государств? В том числе и дети. То есть, если, например, получается так, что один из троих детей не является гражданином Российской Федерации, данная семья не имеет права на данную меру государственной поддержки. Смотрите, у нас ничего не сказано по поводу двойного гражданства. То есть есть установленный термин гражданин Российской Федерации. Если есть гражданство Российской Федерации, значит, считаем, что попадаем. Если, соответственно, нет, значит... Или даже если родители, которые были лишены прав, также утрачивают право на участие в данной программе. Но при этом, если даже одному из детей, не знаю, 18 лет исполнилось, он является полностью совершеннолетним, а все равно сохраняются все шансы участвовать в данной программе, то есть, считаем, вот ребенок, соответственно, был рожден данным гражданином или усыновлен, да, то есть, соответственно, если это юридически его ребенок, значит, все равно, даже если один из детей совершеннолетний, право участия в программе сохраняется. То есть он учитывается? Да. Хотя при ипотечном кредитовании это уже другая семья. Да, но тем не менее, в данном случае... Плюс есть. Дальше хотелось бы остановиться на механизме. Механизм участия в данной программе состоит из шести этапов. Первый этап – это этап обращения заемщика непосредственно к своему кредитору с заявлением о том, что он хочет принять участие в данной программе и с комплектом документов. Мы еще вернемся к последствиям заявления и к комплекту документов. Да, поподробнее это будем чуть дальше обсуждать. Следующий этап – это проверка документов. Проверка документов непосредственно самим кредитором. То есть сам кредитор смотрит в соответствии данному законодательству. Подходит семья или нет требованием данного законодательства. Дальше кредитор впоследствии, третий этап, направляет комплект документов и заявления непосредственно в Единый институт развития ипотечного кредитования. Сейчас это Дом РФ, как мы уже сказали, направляет туда для принятия участия данной семьи в программе. Следующий этап – это проведение анализа. Проведение анализа уже непосредственно самим Домом РФ. То есть тут непосредственно они смотрят о возможности принятия положительного решения или об отказе данной семье в участии в мерах господдержки. Следующий этап – это перечисление денежных средств. То есть если все в порядке, Дом РФ дали положительное решение, то средства перечисляются напрямую уже кредитору самому, от кого была подана заявка. Заявка, кстати говоря, получает уникальный номер и может быть передана только по средствам электронного документа оборота. Защищенным. По защищенным, да. Да, да, да. То есть тут, опять же, к мошенническим схемам это будет очень сложно все сделать и как-то эту заявку подать по-другому. Ну и последний этап – это, конечно, отчет о перечислении данных средств. То есть денежные средства уже поступают непосредственно к кредитору, и кредитор их направляет на гашение и отчитывается перед Домом РФ, что эти деньги ушли непосредственно на погашение данного кредита займа. У нас в программе могут принимать участие как заемщики по кредитным договорам, так и заемщики по договорам займа. Ипотечные. Да, ипотечные, конечно, займы. Ну, хотелось бы добавить, что в самой данной госпрограмме нет ограничений по возрасту заемщиков, нет ограничений по доходу заемщиков, то есть там по статусу и так далее. Это вот огромный плюс, я думаю, что... И хотелось бы отдельно отметить для тех, кто планирует, например, брать ипотечный кредит, что у нас в целом, как правило, 15-20% где-то желательно иметь для того, чтобы взять ипотечный кредит. Первоначальный взнос. Первоначальный взнос, да. Так вот, данные 450 тысяч возможно будет использовать в качестве первоначального взноса для тех, кто планирует брать, соответственно, ипотечный кредит. Хорошо, мы продолжим наш разговор об ипотеке. Сейчас идем буквально на три минуты на небольшую рекламу. Не переключайтесь. Ну что ж, мы продолжаем говорить про ипотеку, про изменения в законодательстве. Илья, я знаю, что есть небольшое уточнение. Да, мы сейчас обсуждали. Как раз по поводу суммы 450 тысяч, которая установлена на погашение действующего ипотечного кредита, есть, соответственно, как мы ранее сказали, предложение о том, чтобы продвигать данную меру, использовать ее в перспективе, возможно, как первоначальный взнос и одновременно, опять же, распространять на те кредиты, то есть, которые будут браться. Хотя, вот, практика, она у нас только-только начинает складываться. Если мы буквально будем смотреть то, что прописано на сегодняшний день, то пока мы можем использовать эти 450 тысяч рублей только на существующий ипотечный кредит, это 100%. Возможно, в ближайшее время появится нововведение, и, соответственно, можно будет брать новый ипотечный кредит. И, опять же, в качестве первоначального взноса мы можем использовать средства материнского капитала 453 тысячи 26 рублей. Индексация будет, соответственно, планироваться с начала этого года. А надеемся, что вот в ближайшие годы, или, может быть, даже раньше, появится возможность в качестве первоначального взноса, потому что идет такое обсуждение на уровне депутатов Государственной Думы, на уровне правительства Российской Федерации. Но вот пока ограничиваемся только теми ипотечными кредитами, которые уже есть на данный момент, и, соответственно, используем только в таком варианте, в качестве погашения существующего ипотечного кредита. И здесь еще хочется для заемщиков озвучить некие моменты по срокам. То есть законом регулируются сроки, в которые обращаются к кредитору с заявлением. Кредитор в течение семи дней должен заявку, поданную заемщиком, отправить в Дом РФ. Также есть сроки для Дом РФ, в течение которого времени, вот этот третий этап, да, как Мария Юрьевна озвучила, проводит. Это семь дней. И сообщение о том, что приходят деньги, и физически должны прийти деньги, тоже еще в течение семи дней. То есть по хорошему счету, если нет у Дом РФ каких-то замечаний к собранному, поданному пакету документов, то в течение 25 дней, ну, 22-25 дней, с учетом выходных, должны деньги уже фактически попадать на счет вгашения действующей ипотеки. Хорошо. Давайте вернемся к разговору о пакете документов. Вообще, что требуется для того, чтобы вот поучаствовать? Да. Для того, чтобы семья могла принять участие в данной программе, в данном федеральном законе, им необходимо собрать комплект документов. Изначально обязательно документы, удостоверяющие личность самого заемщика, самого гражданина и, соответственно, самого заявителя. Ну, как правило, это паспорт, да, или какой-то иной заменяющий документ. Обязательно также удостоверение личности второго члена семьи, то есть мужа, жены. И необходимый второй документ – это снилсы. Снилсы обоих членов семьи. Дальше такие же документы, удостоверяющие личность детей, личности детей данной семьи заявителей. И обращу еще раз внимание, что документы, подтверждающие также гражданство, да, то есть это документы в соответствии с нашим законодательством должны быть. Вот я смотрю, просто требования, которые присылались, там мерополение того же Дом.РФ, соответственно, которые банком делали рассылку, они просили нотариально удостоверенные копии. Хочется отметить, просто не просто копия нотариально удостоверенная. Только свидетельство о рождении детей, ничего более, исключительно. Да, 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 свидетельство о рождении детей как раз именно нотариально удостоверенной. И копии страниц паспорта полностью, все. Да, всех страниц, даже пустых, без всяких абсолютно отметок. Да, да, все верно. И плюс еще такой вопрос может возникнуть, с одной стороны, есть документы, которые должны быть, которые есть у банка, которые вроде бы на первый взгляд предъявляют необязательные. Ну, например, там, кредитный договор, соответственно, закладная, если она есть, там, договор ипотеки, опять же, может быть, да, в силу договора, может быть, в силу возникновения по закону. То есть в случае, вот, если есть все эти документы, как закладная, например, да, там, или договор ипотеки, соответственно, у банка пакет документов есть. Но я бы рекомендовал на всякий случай тоже все эти копии сделать. Нет, это обязательно. Это даже следующий комплект. Да, самому заемщику, потому что он пишет заявление. И к заявлению прикладывает комплект документов. А комплект документов в рамках требований программы, да, включают и кредитные договоры, и договор ипотеки, и все, что есть у банка, как бы, это же один экземпляр заемщика. То есть, да, вроде бы у банка есть, но, с другой стороны, это не нужно ли банку это? Он будет сверять документы, которые есть у него. То есть то, что подали, и то, что у него есть, да. И это, опять же, момент для отказа, если что-то не здесь. Поэтому лучше максимально полный комплект. Ну да, да, я еще вот даже не все, Мария, что мы говорили про досверяющую личность. И как раз вот все документы еще я поясню, почему необходимо предоставить, даже если у банка есть договор кредитный, например, почему гражданину необходимо предоставить. Потому что, например, крупные кредиторы не всегда территориально хранят документы там, где проживают заемщики. Да, да. Поэтому, конечно, обязательно также будет предоставление кредитной документации, то есть кредитного договора или договора займа, документации на объект недвижимости, который был приобретен в ипотеку, то есть про устанавливающие непосредственно документы, свидетельство, выписка, что есть в данный момент у заемщика из документов. И еще обязательно необходима справка о прописанных. Вот это тоже документ, который, я так понимаю, из практики подтверждает проживание детей совместно с родителями. Ну это можно, да, предположить. Потому что, опять, если в Москве, то вот перечень, который документов для Москвы, у них единый жилищный документ, который, соответственно, они требуют. Там вся эта информация, в том числе, она заменяет массу документов, там и выписка из домовой книги, многие другие. Вот у них требуется единый жилищный документ. Применительно к нам, например, к Тверской области, то пока вот действительно вот в таком виде, скорее всего, справка о прописанных. Да, ну или выписка из домовой. У нас другого вопроса, ну если частный дом. Здесь бы еще один хотелось бы вопрос коснуться. У нас ипотека, правильно говорит, ипотечный кредит, он выдается не только на готовое жилье, да. Соответственно, он может быть выдан, например, на цели строительства, индивидуального жилищного строительства ИЖС. Может быть выдан по договору долевого участия в жилищном строительстве. Это 214 ФЗ как раз. То есть может быть такая ситуация, что объекта как такового-то еще и нет. То есть он не разрешен в строительстве. Договор, да, участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома. Ну вот в данном случае, соответственно, надо будет предоставить договор долевого участия в жилищном строительстве. Что есть из документов? Да, соответственно, с печатью Росреста удостоверен. Да, зарегистрированные или там переуступки прав требований. Ну в любом случае, хоть переуступка, вот сессия, переуступка права требований по договору долевого участия в жилищном строительстве, хоть сам договор, они также подлежат обязательной государственной регистрации в ЕГРН. То есть это все те документы, которые есть на руках у заемщика после регистрации сделки, когда он брал ипотечный кредит, комплект документов некий, у него остается на руках, его экземпляр. То есть вот эти документы, копии этих документов точнее, ему необходимо будет приложить в комплекте с заявлением на участие в программе. В связи с тем, что большой оборот документов и личной информации, возникает такой вопрос, насколько вообще в плане обработки персональных данных требуется ли какое-то здесь согласие от того, кто подает? Да, 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 это, конечно, это обязательно. При подаче документов необходимо, во-первых, заявление самого гражданина на участие в данной программе. Заявление, оно заполняется или пишется как в свободной форме, так и в форме кредитора. То есть любой кредитор вправе либо установить какую-то для себя фиксированную форму, либо произвольную, которую, в общем-то, пишет гражданин или семья, заемщик. Ну и, конечно, в связи с тем, что данные передаются в единый институт, опять же, и сами мы их обрабатываем, конечно, необходимо в обязательном порядке согласие на обработку персональных данных. Но согласие, форма согласия, которую будет подписывать заемщик, кредитор предоставляет. Да, она есть единая, когда принимает заявление с пакетом документов, предоставляет ему форму этого согласия, гражданин читает, подписывает и комплект документов в это все прикладывается. Хорошо. Каков вообще порядок погашения задолженности заемщика по кредиту за счет средств господдержки? И вообще, скажем, возможно ли погашение просроченной задолженности? Здесь очередность устанавливается самим кредитором. То есть в кредитном договоре всегда прописана очередность погашения долгов, если такие возникли. И, ну, как показывает практика, что в первую очередь гасятся просроченные долги, пени насчитанные за время просрочки, потом начисленные проценты за пользование кредитом, и потом уже в конце, как бы, последнее, что идет под погашение, это тело кредита, это основной долг. Но, опять же, скажу, что необходимо читать кредитный договор каждому заемщику, потому что у каждого кредитора, да, своя очередность. Лучше, конечно, не допускать просрочки, как бы то ни было, да, по-любому. Но, вот, опять же, плюс этой программы, то, что за счет средств господдержки можно погасить просроченные долги. Ну, вот, хотелось бы дополнить по поводу расчетов. Ну, хорошая новость в том, что, вот, исходя из, опять же, того, как у нас написан данный закон, можно сделать вывод о том, что нет необходимости платить НДФЛ, налог на доходы физического лица, с этих вот денежных средств 450 тысяч, но в то же время мы не можем получить налоговый вычет, опять же, из этой суммы. То есть, например, у нас, да, каждому гражданину есть 2 миллиона рублей на покупку, там, жилой недвижимости. Ну, вот, 450 тысяч из стоимости квартиры, которую мы заявляем, например, да, мы должны будем вычесть. То есть, например, если у нас стоимость приобретаемого жилья, там, 2,5 миллиона, то есть мы 2,5 миллиона минус 450 тысяч, у нас 2,5 миллиона, значит, 2 миллиона мы спокойно можем заявить на налоговый вычет. Если у нас квартира, скажем, ровно 2 миллиона, то из этих 2 миллионов минус 450 тысяч, у нас остается в данном случае 1,5 миллиона только налоговой базы для налогового вычета. То есть, вот это тоже нужно понимать, чтобы не было ошибок уже при взаимодействии с налоговым вычетом. А вообще, после погашения задолженности, да, возможно ли какой-то перерасчет ежемесячного размера, да, платежа, и в целом сокращение срока кредитования? Как правило, да, гражданин может обратиться в банк и написать заявление, что ему интересно на данный момент. Либо сократить срок, но оставить размеры ежемесячного платежа прежним, да, либо, наоборот, уменьшить размеры ежемесячного платежа. Сохранив срок. Да, сохранив срок, потому что, ну, у каждого заемщика своя жизненная ситуация, и вот такие вот возможности есть. 450 тысяч в рамках программы средства на погашение, то есть для кредитора это как досрочное гашение, частичное досрочное гашение. Поэтому гражданин, да, сохраняется право на выбор, как дальше ему интересно платить. То есть, в принципе, система как в обычном кредите. Да, да, это как досрочное погашение. Единственное, вот что бы я хотела еще добавить, что в связи с подачей нам документов, и мы тоже, в общем-то, являемся кредитором. При том, когда мы подаем заявку в Дом РФ на обработку уже и персональных данных в том числе, и заявления, мы еще заполняем свое заявление как кредитор о том, как раз-таки и расписываем, сколько у человека остаток основного долга, какие у него на данный момент просроченные обязательства, если таковые имеются. Да, на дату составления, конечно, заявления. Какие штрафы, какие пени, какие неустойки он должен заплатить, если таковые у него имеются. И когда у нас, в общем-то, эта сумма поступает на счет, тогда уже, конечно, также, согласно нашему кредитному договору, мы эти деньги, в общем-то, уже и распределяем. И кредитор потом отчитывается, как Мария говорила, шестой этап. Кредитор будет отчитываться перед Дом РФ. То, что средства, да? Как именно, они пошли распределились и пошли эти средства на погашение. Есть что? Да нет, в принципе, согласен. Такой еще момент. Возможно ли участие в программе заемщиков по кредитам, номинированным в иностранной валюте? Да, возможно. А тут однозначный ответ, возможно. Но единственное, перерасчет будет на... Конечно, в российских рублях. Все расчеты у нас в российских рублях, по данному. По КОСЦБ на день произведения расчета соответствующих. То есть расчеты все в российских рублях, но можно в том числе и применять кредитом, который вы на стороне. То есть заемщик может выбрать какую-то дату, более-менее подходящую, когда курс ЦБ, а при него устраиваются другой. Если объективно, посмотрите, у нас в пределах где-то 9-15-20 дней должны все эти расчеты пройти. То есть, да, эта процедура занимает. Поэтому тут 100% навряд ли удастся. Ну, тяжелее, конечно. Ну, и доли валютных заемщиков все-таки по ипотеке не так велика. Да, 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 да. Поэтому тут... Хорошо. Прежде чем мы перейдем к другим темам, да, и уйдем на небольшую совсем рекламу, еще такой вопрос. Поскольку все равно закон новый, как обычно, масса вопросов. Какие еще вопросы существуют у граждан, с которыми они к вам обращаются? Именно по этой теме. Ну, в первую очередь, да, вопросы, связанные вот с тем аспектом, которого мы коснулись, аспект первоначального взноса. Еще раз повторю, это, возможно, в ближайшее время появится, но пока такой возможности нет. Вот, наверное, в первую очередь, что волнует. Но, напомню, можно использовать материнский капитал. Материнский капитал в качестве первоначального взноса и в дальнейшем для погашения части вот этого долга, соответственно, данную 450 тысяч дополнительно. То есть это 900 тысяч, если мы будем считать грубо, которые государство в данном случае выделяет гражданам для решения жилищной проблемы. Ну и также актуальный вопрос, конечно, потому что молодая программа только вступила в силу, куда идти с заявлением. То есть это основной такой вопрос. Еще раз повторяем, что гражданину-заемщику необходимо обращаться в свою кредитную организацию. И лучше, конечно, с полным пакетом документов туда сразу приходить. Это то, о чем мы сейчас говорили. Ну и, в принципе, просто обратиться за консультацией в кредитную организацию, как ему поступить, какие шаги, какие документы. Это можно тоже сделать всегда. Но главное, чтобы понимали, что кредитная организация взаимодействует с Дома РФ. Некоторые пишут заявление сразу в Дома РФ. Кто-то по электронке. То есть вот есть моменты, понимают, что реализуют программу Дома РФ, а не понимают, куда им идти. То есть не надо перескакивать вот этот момент. Нет, кредитору все решит. Дома РФ взаимодействует с кредитной организацией. Опять же, перечень, он открыт, это все можно узнать. Зайти на тот же сайт, например, Дома РФ, можно просто, опять же, подойти к сотрудникам банка и уточнить у них по данному вопросу, взаимодействуют ли они. Сам порядок можно, опять же, на сайте правительства. 157 ФСЗ от 3 июля 2019 года. Если почитать порядок, да, вот этой программы, можно ознакомиться. И еще вот я, наверное, хотела бы тоже акцентировать внимание, еще разочек на сроках рождения детей. Потому что вот этот вопрос, он всегда возникает. То есть многодетная семья, в которой с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года произойдет рождение третьего или последующего ребенка. Только эти семьи имеют право на получение данной субсидии. Какие еще вообще меры господдержки сейчас существуют? Помимо названной уже, которую мы обсудили. На самом-то деле, достаточно много делается в последние годы именно для поддержки семей, которые берут ипотечный кредит. Ну, можем, исходя из этого, сделать вывод, что ипотечное кредитование, наверное, рассматривается как один из важнейших инструментов, с помощью которого планируется решать проблему обеспечения граждан Российской Федерации жильем. И, ну, помимо мат-капитала, о котором мы сегодня говорили, помимо данной программы, есть еще такое понятие, как семейная ипотека. Это программа, которая позволяет субсидировать процентную ставку. Она неоднократно видоизменялась, дополнялась. Сразу хочется сказать, что в первую очередь она также ориентирована на семьи, которые имеют более одного ребенка. То есть, на самом-то деле, это семьи, которые имеют двух и более детей. Ну, соответственно, вот можно предположить, что программу, которую мы сегодня начали обсуждать, это как продолжение, как некая ступень в продолжении вот этой вот семейной ипотеки. И на сегодняшний день семейная ипотека, она интегрируется с данной новой программой. Ну, я думаю, что мы передаем на Марии сейчас. Да, вот Мария Юрьевна может рассказать про семейную ипотеку очень подробно. Семейная ипотека – это, наверное, самый востребованный продукт сейчас. Актуальный на сегодняшний день. Потому что ниже ставки, чем по семейной ипотеке, за всю историю ипотечного кредитования в России просто не было. Сколько? В данный момент ставки начинаются, они, конечно, разнятся, но начинаются от 4,9. То есть это уже ниже 5%. Кто на себе представил? Почти левого. Опять же, кто может принять участие? Семьи, в которых родился более одного ребенка, но должен родиться второй или последующий уже в данном случае, начиная с 1 января 2018. То есть на год пораньше, чем то, что мы обсуждали сейчас. И приобретать жилье. Да, и это самое главное. Приобретать жилье эта семья должна или хотеть, или уже приобрести только в новостройке. На первичном рынке. Только на первичном рынке. Да, то есть тут маленько ограничен рынок жилья. Более того, у нас, соответственно, это первичный рынок, это застройщики, да, или, соответственно, переуступка, прав по договору долевого участия в жилищном строительстве. Нельзя приобретать готовое жилье, например, у граждан, у которых возникали отношения с тем же самым застройщиком, они решили перепродать. Даже если это новостройка, вот она только-только год назад построили, если мы берем ее, соответственно, не у застройщика, если мы ее берем не по договору долевого участия в жилищном строительстве, а, соответственно, у физических лиц в данном случае приобретать не следует. И инвестиционные фонды. Да, инвестиционные фонды, и управляющие компании вот этими паевыми инвестиционными фондами. Соответственно, те застройщики, которые используют данные модели, данные схемы, они выпадают из этого перечня, то есть у них приобретать нельзя. Ну, приобретать можно, но по данной программе будет невозможно. И очень есть большая проблема в этом аспекте. Гражданин, подписывая предварительный договор, оставляя аванс, приобретая, порой не знает, не понимает, у застройщика ли напрямую он покупает, либо эта квартира отдана в управление инвестиционному фонду. Как вот это выяснить? И такие случаи есть. Граждане должны задавать вопросы, они должны читать договоры и не торопиться подписывать предварительный, то есть бронировать квартиры. Необходимо сначала ознакомиться и понимать, чья это квартира. На самом деле, профессионально, занимаясь много лет уже вот именно сопровождением, в том числе сделок, могу сказать, что если вы пришли к застройщику куда-то, и вам говорят, надо вот сейчас мгновенно забронировать и внести какие-то деньги, это надо застройщику. Желательно развернуться и никакие деньги не вносить. Все наши застройщики дают возможность хотя бы два дня на обдумывание, на внесение этих денег. То есть бесплатная бронь. Вот хотя бы два дня, да, потом может потребоваться 10 тысяч, 20 тысяч, в зависимости, какой застройщик. Но два дня на то, чтобы подумать и внести вот эти деньги, после бронирования, они есть. Поэтому не ведитесь. Мне кажется, это правило работает везде, когда себя срочно требуют принять решение, повод хорошенько как-то задуматься. Подумать. Вот именно это надо подумать. А информацию, информацию, опять же, должны все это предоставить. То есть вы как покупатель, как дольщик и так далее, соответственно, имеете право знать условия той сделки, которую вы планируете совершить. То есть это ваше право. И, к сожалению, ряд застройщиков, не будем их называть, которые используют на сегодняшний момент вот всевозможные ПИФы, институционные фонды. Ну, это, конечно, способ улучшить их практическую деятельность, да, способ минимизировать налогоположения в рамках закона. Но это закрывает для граждан определенные возможности в том числе участвовать, например, в данной программе по субсидированию. Главное правило для заемщика – спрашивать, задавать вопросы. Если у заемщика двое и более детей, и второй родился с 1 января 2018 года, то есть этот заемщик понимает, что у него есть возможность участвовать в программе по семейной ипотеке и иметь льготную ипотеку, да, с очень низкой процентной ставкой. Он должен задавать вопросы, и он должен убедиться в том, что он приобретает квартиру напрямую у застройщика, ни у ПИФа, ни дочерней, да, какие-то компании, да. Потому что, как правило, вот эти договоры, про которые мы говорим, аренды, брони, да, как вот назвать, за которые надо какие-то деньги отдать предварительно, повсеместно используются, честно признаю. Да, они как раз идут от этих вот компаний, от дочерних, не от застройщика напрямую, ну вот чаще. Ну, единственное, что, к счастью, все-таки обычно, вот максимальная сумма, которая сложилась у нас на рынке, 50 тысяч рублей, это максимальная сумма, которая вот, ну, не столь большая, да, при покупке квартиры, но их не возвращают. Но их не возвращают. Если он понимает, что, да, он покупает квартиру, если он просто так отказался по своему желанию. Но возврат возможен, это неоднократно применяли, если отказ по ипотечным кредитам. Не менее шести банков. Шести банков, Илья, банки отказы не дают, а все имеют право не давать. Возможно, тем не менее, застройщики, все-таки, как Павел, идут навстречу, то есть, если действительно человек, да, подтверждаем того, что, ну, неоднократно бывали, если мы уже возвращались, то есть, настойчивый заемщик, да, как настойчивый, скандальный, ну, да, да. Шли настойчивые застройщики, возвращались, все-таки эти суммы, это было. Потому что мы, наоборот, сталкивались с такими заемщиками, которые хотели бы знать по другому. Ну, понимаете, да. Ну, да. Таким заемщикам придется обращаться за помощью к юристу. Такая проблема есть, потому что, ну, конечно, есть такое понятие, да, сильная и слабая сторона договора. Понятно, что сильная сторона, тот, кто фактически создает условия, пишет договор, да, и мы имеем право, как слабая сторона, согласиться или не согласиться. Но договор всегда, если одна сторона пишет под себя, пишет в своих интересах и так далее, поэтому, конечно, это не все так просто. Если мы говорим конкретно про льготную ипотеку, про семейную ипотеку, просто гражданам необходимо понимать, что квартиру надо купить напрямую у застройщика. То есть каких-то других, это принято называть подводными камнями, я бы назвала каких-то других сложностей и препятствий в участии программы, в принципе, больше нет. Только, за гостиной, сейчас меня немножко напугали. Существует такая схема на рынке первичном, когда, скажем, застройщик строит дом, привлекая подрядчиков. Рассчитывается с ними за выполненную работу с помощью квартир. И если это переступка прав, например, сессия по тому же самому договору долевого участия жилищно-строительства, мы имеем полное право, соответственно, приобрести у этих самых подрядчиков по этому же самому 214 ФЗ данную квартиру по договору долевого участия. И мы будем участниками данной программы. Это безопасно в данном случае. И даже более того, если вот это юрлицо даже оформит собственность на себя, он будет первым собственником, то тоже может участвовать в этом. Это тоже будет возможно. Почему? Потому что юридические лица, если это не ПИФы, если это не инвестиционные фонды и так далее, можно, они также в этой ситуации. Главное, первые, первые собственники, не более. И лучше, может быть, на самом деле просто не торопиться с подписанием каких-либо договоров, а у самого кредитора уточнить какие-то моменты, то есть задать вопросы продавцу, застройщику, уточнить какие-то моменты у кредитора и потом уже принять для себя решение в подписании договора о броне. То есть такие случаи есть, поэтому это актуально. И мы этот вопрос поднимаем. Что бы мне хотелось еще сказать про семейную ипотеку? Вот мы напугали или не напугали тех граждан, которые планируют приобретение квартиры в новостройке, но также есть возможность перекредитования уже имеющейся ипотеки под такую низкую процентную ставку, под эту семейную ипотеку. Для этого нужно, опять же, чтобы гражданин, конечно, купил эту квартиру в новостройке, родился ребеночек у них второй или последующий. Купить можно и в 2017, и в 2012 году. Если ипотечный кредит. А вот ребенок, да. Ребенок очень родился в сроке. Когда программа вступила в силу, то есть если родился ребенок, тогда тоже очень многие кредиторы в данный момент готовы перекредитовать под такую низкую процентную ставку, под семейную ипотеку данных граждан. Ну вот еще одна такая ипотека, я бы сказала, это под вид, как это производная бы называла, семейная ипотека для военнослужащих. Я так понимаю, что она как-то проистекает, да? Это своя система. Или своя система, расскажите. На самом деле, своя система, она достаточно сложная для простых граждан. Отдельная передача потребуется, если о ней говорить. Ну хотя бы такая основная. Вот накопительная ипотечная система для военнослужащих, она интегрируется сейчас с ипотекой семейной. И вот буквально тоже не так давно Дом РФ анонсировал новую программу, где будет вот эта вот семейная ипотека для военнослужащих. То есть происходит субсидирование вот этой вот процентной ставки не только для граждан, которые взяли классический ипотечный кредит, но и для граждан, которые, соответственно, являются участниками накопительной ипотечной системы для военнослужащих. Они также имеют возможность в случае рождения второго ребенка субсидированием вот эту ставку получить, то есть ниже. И одновременно с этим участниками этой программы получат, видимо, станут военные служащие Дальневосточного округа. По плану вот таким образом анонсировано на данный момент. А еще какого хотелось бы вопроса коснуться? Страхование. Суммы по страховке, особенно если это граждане за 45-50 лет, страхование жизни очень серьезная порой сумма. И плюс к этому страхование объекта недвижимости. А если граждане, например, отказываются от страховки, то банки, ну, надо читать кредитный договор, но повсеместно сложившаяся практика идет из того, что банки пересматривают очень серьезную процентную ставку, и процентная ставка будет выше. Даже если это в рамках программы, например, семейной ипотеки. То есть субсидирование происходит на определенную сумму от государства. Но если гражданин сам отказывается, например, от страховки, соответственно, сумма процента будет выше. Ну, здесь надо сказать, мы сейчас, да, тема разговора, господдержка. Конечно, многие хотят сэкономить, не страховаться. Но хочется сказать так, что мы, например, очень давно существуем, работаем с ипотекой очень давно. Жизнь такая штука. Рекомендуем страховаться. На самом деле, это уже практика. И когда, не дай бог, в семье случается горе, и один из родителей погибает, автокатастрофа, да что угодно может произойти, семья не знает хлопоты, не знает проблем с этим объектом недвижимости, страховая компания все берет на себя, все покроет. То есть здесь для каждого заемщика вопрос, ну, свой личный, да, рисковать либо не рисковать. То есть иногда эти 5000 рублей, которые стоит страховка, могут, ну, людям решить, да, очень большие проблемы. Да, то есть вот стоит ли экономить на этих. Конечно, да, и страховые компании, и условия в кредитных организациях, когда, ну, по-существенней, так скажем, но каждый же заемщик имеет право выбрать свою страховую компанию и посмотреть по своим условиям кредитного договора, в какой страховой компании, ну, ему будет стоить сколько, да, эта страховка. То есть есть такие тоже, да, для себя не торопиться. Не то, что мы можем выбрать самостоятельно любую, нет, не любую. Ну, перечень страховых компаний. У каждого банка перечень компаний страховых, которые аккредитованы данным банком. Соответственно, мы заходим на сайт, например, того же самого банка, открываем перечень данных компаний, и вот из этих страховых компаний, которые аккредитованы данным банком, мы можем выбрать ту, в которую у нас тариф больше всех будет устраивать. И, как показывает практика, неоднократно просто задавал у меня с гражданами вопрос, стоит ли, да, страховаться. Считали буквально сколько лет, там все высчитывали. Ну, бывает такое, что сумма вот по страховой премии, она фактически равна вот тем платам, да, той выгоде, которую мы получаем от процента. Но, с другой стороны, то есть мы те же самые деньги. То есть дополнительных денег мы за страховку не заплатили, но мы получили дополнительную гарантию. Если это граждане, которые, ну, достаточно молодые, то у них, наоборот, выгода. То есть у них вот эти вот снижения процентной ставки, от этого остается дополнительная прибыль, выгода, сравнивая с тем, что вот они... Но мы маленько ушли от семейной ипотеки. Семейная эта ипотека, она вообще позволяет страховать только имущество. То есть тут это пожелание. Да, пожелание. Здесь ставка не повышается, это очень большой, опять же, плюс вот этой льготной ипотеки. Хорошо, остается у нас немного времени, хотелось бы вот о чем поговорить. Сейчас ипотека, да, такое понятие, плотно вошло в нашу жизнь. Берут многие, потому что хочется решить вопрос, иметь собственное свое жилье, но все-таки, может быть, какие-то основные базовые моменты назвать? Вообще, кому стоит ввязываться в ипотеку, кому нет? Какие моменты должны стать определяющими? Ну, берем пример. Молодая семья, которая снимает жилье. Ну, 10 лет они поснимают это жилье, через 10 лет они окажутся, ну, фактически в той же самой ситуации, что и 10 лет назад. То есть они все эти 10 лет платили за аренду, за найм чужим людям. Только семья может вырасти, да? Да, семья может вырасти на самом-то деле, а жилье как было чужое, так и осталось. Другой вариант, они взяли ипотечный кредит, ну, может быть, те же самые деньги, может быть, чуть большую сумму, да, зависит от объекта, на самом деле, который они приобрели. Ну, 10 лет – это достаточно распространенный вариант для срока ипотечного кредита. Для погашения? Да, для погашения очень часто. Ну, некоторые берут даже и кредит на 10 лет, ну, 10-20 лет, вот где-то диапазон. Ну, соответственно, через 10, там, лет – это наша квартира. Ну, здесь вариант того, что почти те же деньги мы платили за съемное жилье, да, что за ипотеку. И когда вы платите за свое жилье, наверное, для любой семьи как-то даже морально, эмоционально это другой эффект. – Это понятно. Как раз вы говорите о том, почему надо брать ипотеку. – Да, теперь пусть, когда не надо. – А теперь я хочу просто вас подвести к тому, вообще, чтобы люди могли, как говорится, измерять свои возможности и силы, потому что, да, все, так берем ипотеку, один там работает через раз. Вот, хотелось бы, чтобы вы озвучили. – Вот есть у нас статистика, сейчас вот мы с Марией Юрьевной, есть некая статистика, которая говорит о том, что комфортный платеж по ипотеке не более 45% от совокупного дохода семьи. – Ну, вот, надежно, правило, да, заемщик может для себя понимать. – Хотя надо понимать, какой доход у семьи, потому что, да, если доход у семьи, там, например, не знаю, 40 тысяч или 140 тысяч, то… – Нет, говорим о средних показателях по нашему региону. – У кого высокая зарплата, у того, наверное, другие требования к жилью, и они не покупают жилье экономического. – Бывали прецеденты, когда покупали, в том числе, активно с использованием ипотеки. – Ну, например, как инвестиции. – Да, в том числе, с инвестиционной точки зрения немножко. – Есть другой вопрос, да, инвестиции. Мы говорим о среднем заемщике, о заемщике, которым необходимо улучшить свои жилищные условия, которые имеют средний уровень зарплаты. Вот надо понимать, что 45% от совокупного дохода семьи считается комфортным. Все, что свыше… – Риски. – Ну, уже, да, уже риски. – И совет всем, кто рассматривает, да, ипотечное кредитование в качестве возможного способа решения проблемы с жильем, лучше брать всегда посильный платеж. Вот не бойтесь большого срока даже. У нас там, ну, андерритинг, когда будет проводиться, понятно, что кто-то может приложить, там, не знаю, документы по форме банка, кто-то специально попытается договориться, бывают такие ситуации, завышать себе заработную плату. Вопрос, а нужно ли это делать? – Ну, да, реальности-то она… – Лучше увеличить срок, причем, что современное законодательство банковское позволяет без каких-то комиссий, пенни, штрафов досрочно гасить ипотечные кредиты. Появилась дополнительная денежная сумма. Мы внесли, досрочно погасили частично. – Сократили срок. – Сократили, например, срок, да, но не берите по максимуму того, что вы можете платить, отступите немножко. И еще один такой совет, бывает, что мы сразу хотим вот такую-такую-такую-такую-такую-такую, не знаю, с рачью сразу трехкомнатную квартиру, а денег нам на нее вот не хватает. А давайте мы сейчас еще займем у друзей, а давайте мы сейчас еще где-нибудь найдем, я хочу свою мечту осуществить, а нужно ли так рисковать? Не проще ли сегодня взять квартиру меньше чуть-чуть, подешевле, но которая будет посильнее? Затем прошло сколько-то лет, вы расплатились, погасили, продали. Да, дополнительный переезд, да, дополнительные, может быть, какие-то жизненные сложности, связанные с этим, но с другой стороны меньше риска. – И самое главное, вот в связи с этим мы тоже не сказали, что семейной ипотекой можно пользоваться сколько хотите раз. Ее можно погашать, потом брать новую и так далее, до конца. – Ну что же, у нас наше время уже, к сожалению, подошло к концу, мы с вами переживали. Ну, это такая тема, о которой можно говорить и вечно. Я благодарю вас за участие, за подробный и, главное, такой понятный вообще рассказ. Ну, это была программа «Тема дня». Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова